Доброе утро! С вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня чашечки с яйцом. Наполнять их буду ветчиной, томатами. В общем, приступаю к подготовке всех ингредиентов. Вам понадобятся помидоры. Я выбрала помидоры черри. В любом случае, все помидоры мы нарезаем на маленькие-маленькие кусочки. К помидорам отправляется перец. Очищаем и также нарезаем на небольшие квадратики. И также нарежьте зелень и ветчину. Блюдо по своей структуре очень простое. Единственное, вам потребуется, конечно, время для того, чтобы все ингредиенты подготовить. В частности, их нарезать. Зелень выбирайте по вкусу. Я буду добавлять и петрушку, и укроп. Кстати, зеленый лучок здесь тоже будет отлично сочетаться со всеми продуктами и прекрасно осмотреться. Зелень я добавлю в самом конце. Стоит еще также натереть сыр и подготовить заливку. Итак, добавляю 3 яйца. К ним добавляю немного майонеза для того, чтобы заливка стала и погуще, и при помощи майонеза довожу до вкуса. Использую майонез «Провансаль» от Хабаровского МЖК. Натуральный продукт с использованием сырья российских производителей. В рецептуре майонеза используется традиционная русская горчица, натуральное сухое молоко и яичный порошок. У этого майонеза короткий срок годности, потому что в нем нет синтетических консервантов. Кстати, в нем нет ни грамма крахмала, который многими используется для густоты, зато есть витамины группы В и жирростворимые витамины А, Д, Е, витамин К. И, кстати, для того, чтобы наш организм полностью переработал эти витамины и работал наш организм как часы, нам необходимо добавить немножко жира. Кстати, в майонезе «Провансаль» 67% жира, то есть традиционная жирность. Добавляйте по ложке, не отказывайте себе во вкусе. В итоге у нас получается практически омлетная заливка, к ней я добавлю еще немножко перчика. Еще раз все перемешаю и заливаю полностью начинку. И сюда же я добавляю натертый твердый сыр. Итак, подготовьте форму для запекания. Форма у меня для кексов, а для основания вам потребуются кружочки лаваша или тортильи. Лаваш, он более тонкий, чем тортилья, поэтому я буду использовать два слоя лаваша. Запускаю в форму. Ну а теперь каждую чашечку заполняем нашей начинкой. В самом конце добавляю немного зелени и сверху присыпаю пармезаном. Запекаться чашечки будут 20 минут при температуре 180 градусов. К таким чашечкам теперь точно полагается ароматный кофе или душистый чай. Приятного аппетита!